Девушки отдыхают Кистокровный симулятор поезда от первого до последнего байта Кунг-фу-банда! Это могла быть вполне добротная игра, если бы и техническая сторона проекта Всем привет! В эфире снова ФАХ и я Влад Лехов Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению Поэтому устраивайтесь поудобнее и внимайте Появившись в далеком 2002 году, проект Crimson Land произвел настоящий фурор в игровой индустрии Незамысловатая по форме топ-даун аркада, но шедевральная по содержанию Это творение студии Ten Tones Entertainment надолго поселилось в сердцах геймеров Игра, известная в России как Имяем Легион, о котором мы расскажем сегодня, продолжает и развивает идею Crimson Land Только упор здесь делается не на огнестрельное, а на холодное оружие Впрочем, смотрите и сами все увидите Сюжет игры Имяем Легион покрыт мраком неизвестности Единственный факт, перед которым ставят игрока в самом начале приключения, таков Вы последний выживший, которому противостоит 50-тысячная армия из рыцарей, воинов и мутантов В чем соль такого необычного конфликта, разработчики умалчивают Предпочитая проверенную в времени философию любого зубодробительного экшена Убей их всех В ходе игры ваш персонаж улучшает свои характеристики, что благотворно отражается на его главной и единственной способности Убивать врагов всевозможными способами, начиная от мечей и топоров и заканчивая совсем уж экстравагантными орудиями убийства Как то гвоздомет и даже некое подобие гранатомета на средневековый манер Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2 ГГц 512 МБ оперативной памяти 128 МБ видео И всего-навсего 100 МБ на жестком диске Игровой процесс проекта «Имеем Легион» идентичен прародителю этого жанра Crimson Land Это такая же топ-даун аркада Управление в которой осуществляется в основном с помощью мышки Каждая из доступных 20 миссий начинается так Вы оказываетесь посреди поля в окружении врагов Количество которых одновременно может достигать 250 единиц А дальше все просто Коси и забивай В этом нехитром занятии вам предлагается использовать весь доступный арсенал В который входят мечи, топоры, гвоздометы, луки, гранатометы, косы и многое-многое другое Разве что тушить врагов голыми руками не получится Но при таком численном превосходстве врагов это явно лишнее Наша оценка геймплея 5 баллов Графическая часть со времен Crimson Land значительно эволюционировала Несмотря на классическое топ-даун представление появилась полноценная трехмерность Взрывы стали еще красочнее Количество кровищи на квадратный сантиметр экрана значительно возросло Да и вообще игра для своей ниши выглядит очень и очень добротно Наша оценка графического оформления проекта имя им легион 5 баллов Звук также не подкачал Ваш слух будет постоянно радовать какафония из предсмертных криков, боевых кличей и звона мечей Музыкальное же сопровождение состоит главным образом из боевых маршей Которые приходятся как нельзя кстати Наша оценка звукового сопровождения игры 5 баллов Итак, перед нами качественная топ-даун аркада в стиле легендарного Crimson Land Определенно, проекту имя им легион суждено постоянно оставаться в тени славы своего более именитого предшественника Однако, если оценивать игру независимо, то она объективно технологичнее и современнее Наша общая оценка игры 5 баллов Имя им легион, конечно, никогда не достигнет тех высот, где нежится в лучах славы его прощут Однако, если вы упивались геймплеем Crimson Land, то имя им легион определенно придется вам по душе Проблема прохождения у вас навряд ли возникнут Игровой процесс интуитивно понятен Однако, в игре присутствует ряд тонкостей в плане управления и арсенала их главного героя Над некоторыми этими фишками мы приоткроем завесу тайны Отвечая на ваши вопросы по игре имя им легион Вопрос Первые пару миссий я прохожу без проблем, а вот потом появляются трудности Врагов становится все больше и больше Я с ними никак не справляюсь Ну что мне делать? Отвечаем Действительно, с каждой новой схваткой сложность игры вырастает Так и должно быть Обращайте внимание на новые пушки, выпадающие из погибающих врагов И успевайте их подбирать Также не забывайте при повышении уровня выбирать бонусы, действующие в пределах каждой миссии Все это в комплексе значительно увеличит боевую мощь вашего героя И живые враги начнут превращаться в трупы на порядок быстрее Следующий вопрос Я прошел все 20 миссий Чем еще меня может порадовать эта игра? Отвечаем Помимо кампании в игре присутствует парочка бонусных режимов Это два типа выживания Одно на время, другое бесконечное Соответственно, первым вам нужно продержаться все отведенное на миссию время А во втором набрать максимальное количество очков, пока вас не убьют Следующий вопрос Как мне перенести добытые в бою оружия в следующий уровень? Отвечаем Такая возможность в игре не предусмотрена Все оружие и все полученные характеристикам бонусы Обнуляются в начале каждого нового уровня Симуляторы упорно делают вид, что существуют в безвоздушном пространстве Где кроме них нет вообще ничего Ни других игр, ни времени, ни публики Убежденный стоицизм такой позиции может даже показаться привлекательным Но прогресса подобной изоляции ждать точно не приходится Рейл-симулятор не игра, а именно что безжалостный симулятор Выполненный в самых суровых традициях жанра Симуляторы ниши довольно специфические, а симуляторы поездов почти элитарные Ведь чем больше новичков не сможет освоить игру, тем лучше И тем не менее, рейл-симулятор с отрешенностью и камикадзе Вращается все в тот же омут В игре вообще нет обучающего режима Даже шутеры, где задействовано в лучшем случае 9-10 клавиш Не обходятся без туториала Но объяснять принципы управления настоящим поездом разработчики почему-то не стали Те, кто в свое время играл в Microsoft Rain-симулятор И хорошо его помнят, смогут без особых сложностей справиться С тех пор мало что изменилось Остальным предлагается выяснить самим Что делают все эти рычаги в кабине паровоза От чего он еле ползет Что такое инжектор И куда за какие-то 3 минуты из нашего состава делась вся вода При этом в рейл-симулятор всего 4 маршрута Каждый посвящен определенной эпохе железных дорог Паровозам и тепловозам прошлого столетия А также современным скоростным поездам Это очень правильный подход Вот только сами к миссии в игре ничтожно мало По 3-4 на маршрут Есть еще редактор миссии Но выполнен он так, что здравый человек вряд ли захочет иметь с ним дело Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 3 ГГц 1 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти На жестком диске рейл-симулятор займет 4,5 ГБ Как представитель жанра рейл-симулятор очень и очень хорош Детализированное управление локомотивами В котором учитываются особенности каждой машины И практически безупречная физическая модель Те, кто хоть чуть-чуть подвержены романтике железных дорог И кто сможет пробиться через неприветливый интерфейс Обнаружит похороненную под ним отличную игру Четверка за геймплей Внешность рейл-симулятора настолько же реалистична Как и его физическая модель Отлично пририсованы все элементы кабины машиниста А пейзажами за окном хочется любоваться Пятерка за внешний вид С музыкой разработчики явно погорячились В погоне за реализмом они лишили игру всех звуков За исключением тех, что издают поезда Так что никаких ласкающих слух мелодий Только стук колес и редкие протяжные гудки Три балла за звук ЗВУК ВЫК 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 В Теоретически рейл-симулятор смело может рассчитывать на помощь зала, то есть преданного комьюнити. Так часто бывает. Любительские моды и патчи добавляют игре недостающего разнообразия и стабильности. Но это если энтузиасты решат поддержать. А пока слабую четвёрку получает игра рейл-симулятор. От разработчиков первого Майкрософт-трейн-симулятора мы были вправе ожидать гораздо большего. Фактическое продолжение получилось куда меньше по объёму. Работает гораздо менее стабильно и к тому же непростительно недружелюбно по отношению к игроку. Зато вопросов по игре пришло немало и на некоторые из них мы ответим прямо сейчас. Вопрос. Я не могу добавить поезда на маршрут. Что мне делать? Отвечаем. По умолчанию есть маленький замочек в нижнем правом углу за клавишей play. Это сделано для того, чтобы вы случайно не вмешались в сценарий и не нарушили его работоспособность. Кликнув мышкой по замку, вы получите доступ к кнопке train в верхнем левом углу главного окна, по которой можно добавлять любые поезда, имеющиеся в списке. Не забывайте добавить машиниста к поезду. Запустив игру кнопкой play, вы можете кликнуть по локомотиву и далее вести его. Вопрос. Как происходит посадка пассажиров моим поездом и поездами трафика? Отвечаем. Для посадки пассажиров необходимо задание вида pick up the passengers. Добавьте его один раз в список инструкций и затем жмите кнопку плюс и отмечайте каждый из маркеров пассажирских платформ, где необходимо совершить посадку. Смотрите далее. The Incredible Hulk. Огромные зеленые монстры возвращаются, чтобы разрушить Манхэттен. Kung-Fu Panda. Это могла быть вполне добротная игра, если бы не техническая сторона проекта. Смотрите далее. Kung-Fu Panda. Это могла быть вполне добротная игра, если бы не техническая сторона проекта. The Incredible Hulk. Огромные зеленые монстры возвращаются, чтобы разрушить Манхэттен. Давненько мы не говорили о компьютерных воплощениях героев большого экрана. Сегодня мы исправим этот недочет и поможет нам мастер восточных единоборств Kung-Fu Panda. Как водится вслед за премьерой кинотеатрах, владельцы компьютеров получили возможность лично поучаствовать в приключениях этого боевого животного с громадным запасом харизмы. Как это реализовано, вы узнаете прямо сейчас. От игр, подобных Kung-Fu Panda, никогда не ждут какого-то сногсшибательного геймплея или мега-драйвовой графики. Оно и понятно. Компьютерный бонус к мультику или фильму вклипается на скорую руку и получается обычно из рук вон плохо. Однако Kung-Fu Panda является приятным исключением из этого правила. Но для начала поговорим о сюжете игры. Юный падаван Панда с детства увлекался Kung-Fu, но исключительно в виде хобби. Так продолжалось до тех пор, пока на него не указал перс судьбы. И поузнал, что именно ему предстоит спасти сказочную долину от злобного снежного барса Тай-Луня. На пути становления мастера восточных единоборств он встречает множество друзей и еще большее количество врагов. Происходит все это в антураже изрядной доли юмора и легкого сарказма. Панда постоянно попадает в переделки, выбираться из которых ему помогает неизгибаемый оптимизм и, конечно же, верные товарищи. Если вы уже успели посмотреть мультик, то в процессе игры сможете провести множество параллелей сюжетной линии оригинальных приключений. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2,4 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видеопамяти и 5,5 ГБ на жестком диске. Геймплей игры уникален в первую очередь тем, что мы управляем не только одним толстяком По, а еще и целой когордой его друзей. Журавлем, богомолом, гадюкой, обезьяной и тигрицей. Действие игры разворачивается во всех плоскостях, на земле, воде и воздухе. В ходе игры мы поучаствуем во всех основных эпизодах мультика и даже больше. Совместно с мультипликаторами разработчики создали ряд новых локаций и даже придумали новых героев. Короче говоря, если вы не проще кунуться с головой в мир детских мультиков, Кунг-фу Панда определенно придется вам по душе. Наша оценка геймплея 5 баллов. А вот графика явно подкачала и не идет ни в какое сравнение с мультипликационной версией Кунг-фу Панда. Радует глаз разве что палитра уровней и их архитектура. Но чисто технически это прошлое тысячелетие. Наша оценка графического оформления игры 3 балла. Со звуком дела обстоят чуть получше, но все равно мы тут не услышим голосов профессиональных актеров. Да и музыка, честно говоря, не впечатляет. Наша оценка звукового оформления игры 3 балла. Субтитры создавал DimaTorzok Кунг-фу Панда могла бы стать вполне добровольной игрой, если бы не техническая сторона проекта. Геймплей разнообразен для безумия. Играть действительно интересно. На экране постоянно происходит что-то новое, но выглядит и звучит это настолько убого, что фору развести руками. Наша общая оценка игры 3 балла. Несмотря на заведомо провальную идею игры, выехать на славину шумевшего героя мультфильма, проект Кунг-фу Панда получился на редкость занимательным. То ли все дело в недюжинном очаровании самого Панды, то ли незамысловатый геймплей, как нельзя кстати, подходит под безумные приключения и неожиданные повороты сюжета. Эта игра не затянет вас на недели, но пару вечеров скрасить вполне способна. А если по ходу прохождения у вас возникли затруднения, мы поможем вам с ними справиться, отвечая на ваши вопросы по игре Кунг-фу Панда. Первый вопрос. Как мне во втором уровне пробраться через заклопнувшиеся перед носом панды вратами? Отвечаем. Нормальные герои всегда идут в обход. Панда нормальный герой, поэтому сворачивайте налево и прибирайтесь к баллисте. Спасите кролика, раскидав врагов, которые над ним издеваются. Он поможет справиться вам со сложным техническим устройством. Забирайтесь в баллисту и расстреливайте воздушные шарики напротив. Затем по стене доберетесь до второй баллисты и продолжите экзекуцию шариков уже в другом направлении. Путь свободен. Осталось лишь перебраться на другую сторону горного хребта. Следующий вопрос. Как грамотно распределить очки умения в конце каждого уровня? Отвечаем. Лишь с натяжкой эту часть игры можно назвать РПГ составляющие. Поэтому особо не заморачивайтесь. Главное не вгухивать все очки опыта во что-то одно, а постепенно увеличивать все доступные параметры. Следующий вопрос. А можно ли сыграть за главного злодея Тайлуня? Отвечаем. Нет, такой возможности в игре не предусмотрено. Но навряд ли вам придется от этого скучать. Именно в тот момент, когда вам надоедает играть с кем-то одним из главных героев, в следующем уровне игра подкидывает вам кого-то другого. Боевой стиль по, журавля, богомола, гадюки, обезьяны и тигрицы настолько разнится, что скучать вам точно не придется. The Incredible Hulk. Огромный зеленый монстр возвращается, чтобы разрушить Манхэттен. В игре нет ни одной оригинальной идеи, зато ясно, что от лица Эдварда Нортона поиграть точно не дадут. Это официальная игра для PC, Xbox 360, PlayStation 3, Wii, PlayStation 2 и DS, сделанная по мотивам одноименного фильма про невероятные способности одного молодого человека. Разработчик студии Edge of Reality, которая до сих пор отметилась проектами Over the Hedge, и монстр трек Madness 64. Игра тесно связана с новым фильмом о приключениях Версилы. События не только перекликаются сюжетом блокбастера, но и расширяют его. В разгоревшейся битве наряду с Халком участвуют и другие герои из богатой комиксовой вселенной. Ключевая особенность игры – возможность полного и тотального разрушения зданий, машин и прочего окружения, стоящего на пути героя. Причем обломки можно использовать для изведения врагов. Чем активнее и яростнее этим занимается Халк, тем быстрее наполняется специальная шкала, открывающая доступ к новым движениям и специальным возможностям. Игра поступила в продажу 10 июля 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ видео, а также 2 ГБ на жестком диске. The Incredible Hulk своим геймплеем очень похож на трансформеров. Есть город и миссии в нем. Несколько вариантов машин, пешеходов и врагов. Играть очень скучно и однообразно, особенно через час-два игры. Единственное, что может заинтересовать, так это бесконечное накручивание всевозможных счетчиков статистики. Но если после просмотра фильма вам все-таки захотелось поиграть в интерактивную версию, советуем переиграть первую часть. Наша оценка геймплея 2 балла. И такой игровой процесс мог бы заинтересовать, если бы не подкачала графика. А своим внешним видом игра больше похожа на Iron Man. Она выглядит намного хуже, чем хотелось бы. На современных консолях смотрится намного приятнее. Пользователи персональных компьютеров получили упрощенную версию уровня 4-летней давности. Детализация очень низкая, а спецэффекты не впечатляют. 2 балла за внешний вид. Озвучка игры также не представляет из себя ничего особенного. Звуковые эффекты простые и однообразные. Диалоги скучные, музыка так себе. На фоне графики и игрового процесса звуковое сопровождение также начинает раздражать. 3 балла за звук. Диалоги скучные, музыка так себе. Единственное, чему можно порадоваться, это то, что на консолях игра ненамного интереснее. Просто выглядит лучше. В общем, The Incredible Hulk это очередная игра по фильму. Наша общая ценка игры 2 балла. The Incredible Hulk игра, которая не задержится на вашем компьютере больше, чем на несколько дней. Либо она вам не понравится и вообще не будете в неё играть, либо пройдёте её от скуки и безделья. А если у вас возникли трудности с прохождением, тогда обязательно посмотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Мне кажется, что в роликах Халк прыгал по крышам домов, а у меня только на пару метров подпрыгивает. Что мне делать? Отвечаем. Для того, чтобы прыгать на большие расстояния, нужно нажать и удерживать клавишу пробел. Кстати, если во время прыжка нажать кнопку удара, Халк начинает лететь ещё дальше. А вообще, это удар по летающим целям. Следующий вопрос. Я хочу поиграть в эту игру с геймпадом, но мой игра не определяет. Как-нибудь можно его подключить? Отвечаем. У нас также не получилось подключить ни один из нескольких геймпадов, а настройки управления в игре нет. Следующий вопрос. Я застрял на разминировании бомбы на крышах. Никак не успеваю разминировать третью. Она же на небоскрёбе. Как мне туда допрыгнуть? Отвечаем. Халк умеет карабкаться по стенам домов. Для этого надо запрыгнуть на стену и в момент касания нажать колесо мышки. И постарайтесь не откликаться на врагов. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был Факт. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте mozdefestv.ru Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka-mozdefestv.ru Мы обязательно всё посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого! Удачи! Удачи! Продолжение следует...